289 мирных украинцев, 15 из них дети. Именно столько погибло в результате подрыва на минах за время полномасштабного вторжения РФ, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью Интерфакс Украина. В наибольшей зоне риска люди на деоккупированных территориях, приближенных к линии фронта. Часто на минах подрываются сельские жители, которые пытаются обработать поля, не дождавшись официального разрешения от власти. А также те, кто ходит собирать грибы или просто прогуляться. Во время выполнения работ по разминированию рискуют жизнью и сами саперы. 21 сотрудник ГСЧС погиб, еще 87 пиротехников были ранены за время полномасштабной войны. Специалистов взрывотехников не хватает. Их сейчас около 2000 во всей структуре МВД. Это и ГСЧС, и нацполиция, и нацгвардия. По словам Игоря Клименко, еще 800 саперов планируют взять на работу. И самое главное в этом подготовка специалистов и экипировка. При госслужбе чрезвычайных ситуаций есть центр, где в том числе учат саперов. За прошлый год там подготовили около 1000 специалистов по разминированию. За эти два года взрывотехники уже обнаружили и уничтожили почти 800 тысяч снарядов. На деоккупированных территориях риск для жизни специалистов возрастает. Ведь российская армия ставит мины-ловушки, применяет дистанционное минирование. Саперы стараются использовать машины механизированного разминирования. Их в ГСЧС всего 37. Один день работы такой техники равен 100 дням труду вручную. Но так или иначе, после эксплуатации машины перепроверить территорию должны саперы. Ведь права на ошибку нет. Украине нужно еще как минимум 30 машин механизированного разминирования. Также необходим спецтранспорт для перевозки уже изъятых взрывоопасных предметов, говорит министр МВД. Для четкого понимания, где необходимо работать сапером, в Украине запустят государственный реестр территорий, загрязненных взрывоопасными предметами. В то же время о полном гуманитарном разминировании можно будет говорить только после окончания войны. Поясню. Сейчас процесс разминирования разделен на три этапа – боевой, оперативный и гуманитарный. На боевом этапе территорию разминируют военные, продвигаясь по фронту. На оперативном – полицейские и спасатели, когда работают на деоккупированных территориях. Гуманитарное же разминирование – это уже полная глубокая очистка как земли, так и акватории от взрывоопасных предметов. Именно после того, как гуманитарное разминирование будет завершено, территорию можно считать безопасной для жизни гражданского населения и ведения хозяйственной деятельности. Сейчас же Украина находится преимущественно на первом и втором этапах. На сегодняшний день около 25% территории Украины загрязнены минами и взрывоопасными предметами в результате полномасштабного вторжения России.